Лето в разгаре. Самый любимый сезон у детей. Время положительных эмоций, игры на свежем воздухе, купания в реках, походов, лес. Увы, но такие виды физической активности имеют и обратную сторону, а именно высокие риски травматизма. При этом запретить ребенку познавать мир невозможно, да и не нужно. Задача родителей подстраховать его, предупредить вероятные драматические ситуации, ведь летом детский травматизм повышается на 20%. Об этом подробно в сюжете Анастасии Новичковой. Возникновение несчастных случаев способствует и психологические особенности детей. Любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда и отсутствие чувства опасности. И тут ответственность несут в первую очередь родители, которые должны сделать все необходимое, чтобы обезопасить свое чадо. За 6 месяцев 2024 года в приемное отделение детской областной больницы обратилось более 700 пациентов, получивших травмы в результате несчастных случаев. Это на порядок выше, чем за идентичный период предыдущих лет. Одним из распространенных случаев детского травматизма в летний период времени является ожог. Это острое патологическое состояние, при котором происходит нарушение целостности кожного покрова. Поражение развивается при контакте с высокими температурами, некоторыми едкими химическими веществами, ионизирующим излучением, а также в других случаях. Нарушение сопровождается выраженной болезненностью в месте потери целостности кожи. У детей из-за особенностей анатомии и физиологии вероятность тяжелых нарушений и осложнений намного выше, чем у взрослых. К большому сожалению, на сегодняшний день процент детей до года, получающих термическую травму, возрастает в пределах 20. Если в начале моей деятельности это было 0,5-2%, то на сегодня это до 20%. Дети более старшего возраста, получающие термическую травму, те, кто уже начали ходить, это падающий в костер, трогающий горячий мангал и, опять же, что? Недосмотр взрослых. Первая помощь в таких ситуациях – это охлаждение, место повреждения, а в последующем это обязательно консультация у детского хирурга. Определение точной причины полученного повреждения играет важную роль в разработке тактики терапии. Химические, термические и лучевые ожоги лечатся по-разному. От формы и типа полученного поражения также зависит и прогноз патологического состояния. Кроме прочего, специалисты оценивают площадь нарушения целостности кожи, состояние здоровья и имеющиеся симптомы расстройства. От своевременного обращения к специалисту зависит здоровье и жизнь ребенка. Поэтому в этом деле медлить нельзя. Также врачи обращают особое внимание на детские игрушки, в комплектацию которых входят маленькие батарейки и магниты. Участились случаи, когда ребенок глотает эти мелкие предметы. И это влечет за собой тяжелые последствия. Проглатывание множественных батарейок, особенно и магниты, получается, что магниты, проходя желудочно-кишечный тракт, они начинают свое действие. И получается, что в последующем перфорация кишечника очень тяжелые грозные осложнения вплоть до летального исхода. Поэтому, чтобы уберечь ребенка от такой травмы, необходимо основательно подходить к выбору игрушек. А еще обязанность родителей – обучать детей основам профилактики травматизма. Важно при этом внушать им, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. Очень важно для взрослых самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, вы – пример для своего ребенка.